Настя, тебе нужен доступ? Почему? Я знаю, гугл. Гугл, папка подкаста. А, пусть будет. О, появился доступ. Ни хигаси. Давай пошту. Ой, нет, это долго. Я потом скину. Ну, блин. Я зашёл. О, 82 появилось. Егор Каев. Каев, Егор Каев. Мне жена так же говорит. Зачем я это представил? Привет, друзья. С вами единственный в мире, 82 выпуск подкаста на Каю Вселенной. Мы вновь встретились за виртуальным историком уютного бара на просторах Игровой Галактики, чтобы судить последнее событие. Не я считал. Из мира и Игорь. Секунду. Ты любишь, когда мы сбиваемся? Да. Так продолжай просто. Из мира и Игорь. Не, всё нормально. Дальше, давай. Нет, давай сначала. Да не надо сначала. Нормально. Ну, пожалуйста. Нет, всё быстро. Да нормально, нормально. Так оставь. Ну, давай его лучше зачитать. Он уже настроился. Так нечестно. Ну, давай. Привет, друзья. С вами единственный в мире, 82 выпуск подкаста на Каю Вселенной. Мы вновь встретились за виртуальным столиком уютного бара на просторах Игровой Галактики, чтобы обсудить последнее событие из мира игр. Я Егор Феникс Бекей, и сегодня пищать в так локатором со мной будут. Генерал Серхио Орландо, здорово. Йо, дамы и господа. Здорово. Здорово. А также Настя Сукуп, Worldologist. Всем привет. А почему я Сукуп? А почему нет? Ты ещё не была. Так, ладно. Я этот аргумент не могу победить. Конечно, конечно. Ну что, давно не было. Мы давно не поменялись. Да. Это всё Серёга виноват, и я, и Настя. Я не могу. Так вообще, это только Настя виноват, и она уже нас озвучивает. На смысле? А, ну всё верно, да. И паспорта не возвращает, так что всё. Настя Сукуп. Настя Сукуп, расскажи нам, ты играла когда-нибудь в Pokemon Sleep? Вообще, ты знаешь, что это такое? Я знаю, что это такое, но я так и не установила, и не попробовала. Надо для этого спать хотя бы. Для начала. А там прям играть надо? Сейчас я вам всё расскажу. Короче, смотрите, начну издалека. Вы помните, когда вышел 3DS? Там была замечательная функция Street Pass, называлась. Нет. Как ты не помнишь, ты чё? У меня не было 3DS. У тебя не было 3DS? Я не помню. Всё, дай даже паспорта. Короче, на 3DS можно было использовать функцию Street Pass. Ты брал какие-то игры, загружал на консоль, ходил, и у тебя консоль автоматически соединялась с другими консолями. Там происходил обмен данными. Но помимо этого ещё была такая штука, ты за ходьбу копил монетки. Да, монетки. Да, ты ходил, ходил, короче, гулял, и тебе за это давали монеточки. Эти монеточки можно было тратить в разных играх, которые были на консоли. Вот. Допустим, там была, по-моему, Mi Quest, она называлась, или как-то так. Ты, короче, покупал бойцов, нанимал, и проходил подземелья. Они там сражались, типа как в JRPG. Короче, было круто. Ходить надо было, да, офигенно. Да, ходить надо было. Причём, не, не обязательно было ходить. Во-первых, начнём с того, чтобы было хреново, чтобы был лимит, по-моему, на 10 тысяч шагов в день. Ну, хотя бы 10 тысяч нормально пройти. Ну, это камон, да, это круто. Но ты мог просто сесть и такой консолью наяривать. Ну, это уже ненормально. Не, по моим данным, так делали все. Потому что там ещё была переписка. Я не помню, как она, Swap Note называлась или как-то так. Короче, там можно было письма друг другу рисованное отправлять. И мы переписывались очень много с разными людьми, добавляли... Письки рисованные. Письма рисованные. Ну, ты мог и письку наставать, то тебе мешал, блин, камон. Первые дикпики, да? Была очень крутая, да, переписка. То есть ты вот прям сообщение рисованное отправлял. Было здорово, круто. Мы на GBX с людьми сидели, добавлялись и переписывались. Было здорово, интересно. Потом как-то вся эта движуха затухла вместе с 3DS. Ну, не суть. Я к чему веду? Вот эта вся история с интеграцией твоих прогулок в игры, это вообще классно выглядело. Это было очень круто. Хотелось на самом деле больше монет зарабатывать, но это всё было с ограничениями. И всё равно все трясли, сидели. Ну, да. Тут вопросов нет. Все хотели поиграть. Хотели больше потрясти? Да, хотели больше потрясти. Хотели больше поделать в игре в целом. То есть когда у тебя есть игра, но тебя ограничивают возможности, ты хочешь больше играть. Это классика. Как, не знаю, в MMORPG или в гачи у тебя там энергия какая-нибудь отвалилась, ты всё такой сидишь, тебе поплачешь. Вот. А тут ты её натряхивал сам. Правой рукой. Ну, или левая, смотря какая тренированная. Короче, чуваки из Ниантик пошли дальше. Как вы помните, появилась такая игра Pokemon Go. До неё была ещё одна, только она, я не помню, как она точно называлась. Принцип был тот же. То есть там был не такой известный сеттинг, там было что-то такое космическое, по-моему. То есть там какие-то фракции были, ты что-то ходил по карте, захватывал. С Pokemon Go стало круче, потому что были покемоны. Вот. И это было вообще офигенно весело. Нинтендо всё это время параллельно продвигало свою тему про Quality of Life, типа всякие гаджеты, которые позволяют тебе офигенно проводить время там в жизни во сне, там условно. То есть тебе помогает лучше спать, там всякое такое делать. И вот мы, короче, дошли до точки, когда появилось замечательное приложение, которое называется Pokemon Sleep, которое берёт известную франшизу и, по сути, пытается запихнуть тебе её внутрь сна. Это, короче, просто приложение на смартфоны, которое, я думал, будет привязано к каким-то гаджетам, там, трекерам или ещё какой-то другой херне. Вот. Оно привязано к Pokemon Plus Plus, к такому невероятному гаджету, которого, видимо, вообще ни у кого нету. Pokemon Go Plus, вернее, называется. Ни у кого нету. Я вот, не знаю, в России ни одного человека, у кого оно есть. Это такая плюшка-хрюшка, я не знаю, что он там точно делает, но она была, да, она нужна в Pokemon Go. Ну, то есть она использовалась в Pokemon Go. Видимо, она там что-то сохраняла, какие-то данные и так далее. Эта хрень тоже привязана к этому приложению, но она не нужна тебе, чтобы ты кайфовал от сна и ловил Pokemon во сне. Вообще, работает это всё очень интересно. Якобы какой-то профессор решил исследовать сон, подвязал туда Pokemon, конкретно Snorlax, вот этого здорового синего чувака, который любит подрыхнуть и вообще выглядит как моя бывшая. А почему она такая большая? Ну, у меня специфические вкусы, я как бы не скрывал никогда. Плывать по волнам, да, любишь, а не биться на скалы? Да, да, верно. Всё. Молодец, Серёжка. Вот ты скрываешь вот это вот. Не зря никнейм сменил. Короче, якобы ты ложишься спать, Snorlax тоже ложится спать, и ты во сне зарабатываешь поинты для его сна. И потом на основе этого исследуются всякие данные твоего сна. И при этом, когда Snorlax спит, приходят разные покемоны поспать вместе с ним. Короче, концепция, мало того, что очень странная, но, блин, как оно отслеживает сон, это вообще отдельная история. То есть ты должен, перед тем, как лечь спать, нажать кнопочку Sleep в приложении, оно тут же начинает якобы отчитывать твой сон. Ты подключаешь зарядку, должен положить смартфон на мягкую поверхность твоего дивана, то есть или кровати, условно на матрас. То есть не можешь положить, например, кроватную тумбочку, нищетовую, то есть это херня. Отслеживаются данные неверно тогда. Ты должен именно дисплеем вниз положить на матрас, и не под подушку, как тебе приложение говорит, потому что иначе телефон нагреется и может сломаться. Нельзя так делать. Фу-фу-фу, ты плохой человек. Ты при этом можешь поставить там будильник на определенное время, там все на английском в этом приложении, и ты можешь включить расслабляющую музыку. Вот когда я включил ту музыку, мне хотелось ее выключить, потому что я напрягся, я не расслабился ни на секунду. Там что-то совершенно сумасшедшее. Я, конечно, прямо сейчас вам дошел и включил. Это музыка, сражение с боссом, да. Да, пока в процессе рассказываю, я сейчас постараюсь, конечно, вам организовать звучание этой музыки, потому что это ужасно. Я под это бы спать вообще не стал. То есть я человек, который на работе в обед спит под, там, я не знаю, полчаса под звук моря, там, еще под что-нибудь. Это не звук моря, это звук ненависти и страданий. И ты можешь его включить. Вот. Короче, потом ты спишь, оно у тебя пищит там и отслеживает твои всякие действия во сне. Я так понимаю, что там что-то какие-то звуки происходят или что-то такое вообще непонятное происходит внутри самого приложения. Оно вообще в целом не выключается. То есть смартфон всю ночь на зарядке работает, чтобы это все отслеживать. То есть он не в спящем режиме. У тебя приложение реально работает. Ты когда утром просыпаешься, у тебя батарея, реально маленькая батарея лежит на зарядке, потому что телефон нагревается охренеть как. Ну, по крайней мере, мой сильно нагревается постоянно. И, короче, ты просыпаешься, и ты должен нажать кнопочку, что все, ты поспал. Оно само не определяет, что ты выспался. Они не вовремя выпустили приложение, получается. Надо было дождаться зимы, и тогда это была бы такая грелка портативная. Сережка, ты хочешь в Ниантик? Нет. Но если будут платить деньги, то да. Деньги нет сразу. Это полный провал. Денег не будет. Короче, потом ты выходишь, начинаешь смотреть свои данные, оно отслеживает... Кстати, я добрался до стадии, когда я могу включить вам расслабляющую музыку. Я, кстати, если что, вас предупреждал. Конечно, если тихо, возможно, это как-то тебя успокоит. Но в целом, херачащие по ушам колокольчики – это такая себе история. Это больше похоже было на музыку и шкатулки. Они не очень подходят для того, чтобы спать, если честно. Да, оно немножко подходит для ужастиков. И тут надпись появляется «Вы не можете спать, потому что рядом враги». Да. И ты просыпаешься, оно тебе там что-то насчитало. Мало того, оно записывает звуки в твоем сне, причем оно не просто фиксирует звуки какие-то громкости во сне, а оно прям звуковые файлы херачит. Ты можешь послушать, как ты ночью пустил ветры, дал отрыжку, там, я не знаю, чесал жопу, шевелился. Кто-то за окном орал, что ты нехороший человек. Оно все это зафиксирует, все замешивает. Прикиньте, прослушиваешь с утра файлы, а там какой-то детский голос, ты вообще один, а там детский голос начинает что-то тебе рассказывать. Ты сейчас озвучиваешь все мои страхи разом, понимаешь? Я ни разу не стал прослушивать эти файлы. Я не хочу знать, что происходит, когда-то вспомнил. Хотя бы есть дети, а у меня это был бы призрак. И Слава такой, хочешь поиграть? Вы думаете, это все? Это не все, нет, друзья мои. Это вообще не все. Ты просыпаешься, смотришь инфу, оно пишет тебе, что ты поспал три часа, потому что мы взрослые люди, кто-то больше трех часов. Оно говорит, что это плохо, и показываете тихеров покемонов, которые пришли к Снорлоксу за время твоего сна. Больше двух звезд из пяти я ни разу не получал. А зачем они вообще вместе спят? Я не знаю. Это какая-то конченая схема, Серега. Это отвратительно. Я вообще не могу понять, что творится в этой игре. Они приходят спящие, и ты их фотографируешь, ты их даже не ловишь. Потом, которые с тобой сдружились, ты кормишь их бисквитами в виде покеболов. Это символизирует их поимку. Это какая-то мета-ирония, понимаешь? Там все настолько плохо, настолько все страшно. А еще само приложение так плохо оптимизировано, что даже телефон у меня от Геншина так не потеет, как от этого приложения, где покемоны просто спят. Это ужасно. И это не все. Есть еще кое-что. Там есть два тарифных плана. На минимальном тарифном плане ты можешь отслеживать сутки только два сна. Причем минимальное время сна полтора часа. Если ты полтора часа не спишь, иди в жопу. Никаких тебе покемонов, ты просто идешь в задницу. Иди спи сколько хочешь, но больше, чем полтора часа. Иначе покемонов тебе не видать. А еще, если приложение решило обновиться, пока ты спишь, твой сон не засчитается. Вот мои 8 часов самые эпичные, когда я хотел поймать какого-нибудь суперлегендарного покемона. Они пошли нахрен, потому что приложение сказало, у нас версия 1.02, друг мой. Ты выспался, иди в задницу. Да уж. Выговорился. Я выговорился, все, мне легче в целом. Короче, не ставьте это приложение, сейчас ни в коем случае. Ждите год, два, три, если оно не загнется, можете попробовать. Но вообще это не работает так, как ты хочешь. Это не игра, это не приложение для отслеживания сна, потому что любой вообще фитнес-трекер справляется сильно лучше. Это какая-то хрень. Вот реально. Это какая-то хрень для высасывания бабла, для тех, кто прям без ума от покемонов. Но я в процессе понял, что нет, это я не без ума от покемонов. Не настолько, да? Не настолько, да. Да, да. Еще я не хочу, чтобы подслеживали, как я сплю, и что я делаю во сне. Когда такая функция 50 на 50? Я тоже бы не очень хотела. Понимаете, я могу примерно понять, зачем это делается. То есть, в принципе, по каким-то звукам можно отследить, как человек спит. То есть, если там какие-то шумы, ну, вероятно, он не спит, да? То есть, это как-то задействовано в схеме отслеживания сна. Складывание телефона на мягкую поверхность, на которой ты ворочаешься, тоже, вероятно, через акселерометр может помочь как-то отслеживать твой сон. Но когда на тебе не висит никаких трекеров, связанных с пульсом, в целом это какая-то херня. Учитывая, что ты сам запускаешь и останавливаешь сон, это, блин, трэш. А там не интегрировано никаких там с браслетами, с фитнес-трекерами? Я тебе говорю, вот эта вот штука Покемон плюс-плюс. Только с этой? Покемон го-плюс. Да, всё, никаких девайсов больше не используется. Да. Покемон го-плюс, там как-то, короче, она выглядит как такая маленькая плюшка. Это такой девайс, как покебол? Да, да, маленькая такая плюшечка, как покебол. Я не знаю, что она делает, я просто... Я знаю, что этот покебол выполняет совсем такие простые функции. В покемон го им можно было ловить покемонов, то есть тебе не надо было прям доставать телефон. Эта штука пеликола, то есть это на ней светодиодный датчик, она пеликола, что рядом находится покемон, тебе не надо было доставать телефон, начать искать, ты просто нажимал на кнопочку на покеболе, и если покемон ловился, оно там вот это вот шуршало, типа делало вид как будто... Я не помню, есть у него вибраторы, ну, такие моторчики, чтобы... В принципе, доп-функция нормальная. Да, хорошая была бы. В общем, оно, по идее, просто извещало, получилось поймать, не получилось. И там можно было в приложении ставить покемончика, что оно это... Ну, то есть ты, например, ставишь, что в этом покеболе там живет Пикачу, и время от времени этот Пикачу будет какие-то издавать звуки из покебола, там светодиод включать и так далее. Еще я видела, как люди используют этот покебол как банковскую карту, ну, наверное, это тоже устройство, я не видела, чтобы другие устройства в виде покеболов упускали. Банковскую карту? Ну да, прям прикладывают покебол, ну, это в азиатских странах прям прикладывают покебол, и таким образом рассчитывались в некоторых автоматах, это не прям повсеместно. Ну, охренеть, а что-то покемон-банк какой-то? Вот, и это все функции, которые я знаю для этого покебола, то есть он не какая-то прям многофункциональный девайс, если честно. Страшно, очень страшно. Ну, и я так понимаю, и купить в целом в нашей стране это целая история. Но он очень дорогой был, то есть за эти функции, там, кажется, не меньше трех тысяч за него хотели, если я правильно помню. Сколько? Нет, спасибо. Мы не хотим такое. Короче, на раз побаловаться, на два побаловаться, еще ничего, то есть интересно, любопытно. Потом ты понимаешь, что нет, фитнес-трекер в целом круче, покемоны мне не нужны, оно все тормозит, оно все очень грустное, плохое и неинтересное. Я, короче, в целом разочарован максимально, плачу. Что-то мне кажется, оно даже просто как идея звучит не очень. Почему это дошло до релиза? Ты знаешь, Серега, вот я как это воспринимал? Я думал, что может быть, там, какие-то очки сна тебе, знаешь, дают. Типа ты поспал, тебе дали очки сна, ты на них какие-то действия совершаешь, там, реально, что-то покупаешь, что-то какие-то телодвижения, вот, у тебя как-то это все завязано на каких-то, значит, успехах во время сна. Но оно было бы прикольно, если бы оно хотя бы нормально сон отслеживало, оно даже не отслеживает. Да, да, то есть оно не дает тебе важные и нужные статистики, которые дает любой фитнес-трекер. Получается, на уровне концепта идея вообще говно просто максимально. И то есть, куда нужно засунуть вот этот Pokemon Go Plus, чтобы он тебе нормально все целедило? То есть, я не понимаю. Как Настя сказала, лучше просто там функцию вибраций добавить и все. Такая фигня. Лучше какой-нибудь новый Pokemon Scarlett купить, купить себе фитнес-трекер и наслаждаться жизнью, а не играть в Pokemon Sleep. И вообще, лучше просто спать, а не отслеживать свой сон и как ты там попукиваешь. Лучше хотя бы спать. Лучше там. от неудач от неудач одних японцев переходим к успехам других. Ну, громко сказано успехом. Давай, Серега, Бабалайла. Я не знаю, начинать с заголовка или просто вот сразу с места в карьер? С места в карьер. Давай. История пойдет, короче, о двух японцах, которые не были сообщниками, но совершили... Что они? Блин, я не знаю. Сложно сразу не сказать, что они сделали. Ладно, они, короче, украли новую Zelda Зельду до релиза. В общем, братья по разуму. Да, но при этом они даже не были сообщниками, то есть они не сговаривались. Они просто не были знакомы, по идее, друг с другом. они даже не были знакомы, они просто устроились в Амазон только для того, чтобы спереть новую Зельду. Гениально. О краже The Legend of Zelda Tears of the Kingdom со складов Амазон рассказал японский журнал Shukanpunshun. О! Ого! Его журналисты связались с одним из субподрядчиков, который и рассказал, что первый преступник, которому, к слову, 21 год был... 21 очко. Да. На момент преступления вот 21 год ему, он был нанят на работу на склад Амазон примерно за месяц до выхода игры в продажу. То есть он такой, блин, месяц остался, но пора. Пора. Нужно что-то делать. Да, да, да. И за два дня до релиза он куда-то делся. Просто исчез и все, и перестал уходить на работу. И когда его начальник занялся его поисками и позвонил на его домашний телефон, трубку взяла его мать. Мать этого веришки, которая сказала, что сыночек никуда не пропадал и просто сидит он в своей комнате и рубится свои проклятые видеоигры. Для кого же за, ставьте лайк. Дарь, башня. А этот сотрудник потом признался, что он устроился на эту работу только для того, чтобы украсть копию игры. И после такого приступа честности не понес никакого существенного наказания. Он просто заплатил за игру. Можно было? Он просто заплатил за игру и был уволен. Но как бы он и так не собирался продолжать там работать. Так это предзаказ. Да, он получается просто получил копию игры за ее стоимость и все. Раньше релиза. За два дня, да. Так это удобно. Да. Это прецедент, получается. Это рекламная кампания, получается. Устройся в Амазон, получи игру за два дня до релиза и уволься нахер. Второй преступник оказался слегка старше. Ему на момент совершения преступления было 24 года. и он воспользовался ровно тем же самым планом, но украл не саму игру, а только мерч для перепродажи. И он также за пару дней до релиза пропал и был уволен. И при этом Амазон, по словам внутреннего источника вот этого вот издания не выдвигает вообще никакие обвинения в уголовных преступлениях и нарушители увольняются и просто оплачивают то, что они украли и все. Слушай, если мерч одежда, то, в принципе, человек просто одеться хотел. Не, ну он же для перепродажи все брал. Ну, кого-то одеть хотел. Сначала кого-то обуть, а потом кого-то одеть. Блин, у меня много вопросов на самом деле. Начнем с первого человека. То есть нельзя было устроиться на работу, отработать месяц и купить просто игру? Ну, он хотел до релиза получать. Так он же устроился на работу не ради денег, а чтобы получить игру до релиза. То есть и в итоге столько усилий, чтобы поиграть всего лишь за два дня до релиза. То есть я понимаю, что когда ты чего-то ждешь, ты хочешь, чтобы быстрее, быстрее релизнулась. Давай, но два дня, два дня, пойти на все это, чтобы поиграть два дня раньше. Можно было сесть наверное года на два. Но он еще и копию получил, то есть они могли же все вообще закончить так, что типа ему не досталась ни копия, и деньги еще пусть отдает. Ну, доброе. Интересно, зарплату он получил в итоге или нет? Я не думаю. Что вполне возможно, что по законам там может быть ему еще и зарплату дать еще. Может, кстати, да. Причем зарплата вполне перекрыла там стоимость игры. А второй чувак вообще, конечно, ну тут понятно, тут просто даже играть не хотел. Это чисто цель нажива. Такое мы, конечно, осуждаем. А вот поиграть одобряем. Если вы устраиваетесь, конечно, в компанию, чтобы что-то украсть, то только ради игры, конечно. Одобряем, да, такое. Очень плохие выводы. Очень плохие, не прощай. Наши любимые вредные советы. От Сережки. Нет, это ты же придумал. А советы от Сережки. А я же вас озвучиваю. Или Настя нас озвучивает. Нет, Настя нас озвучивает. А, ну все, тогда от Настя. Ну я кроме вредных советов ничего другого я не могу дать, поэтому все нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Тогда дадим вам еще один вредный совет Когда вы смотрите на загрузочные экраны Не думайте, что в игре что-то происходит Потому что это неправда Разработчики еще в целом признались Что загрузочные экраны Это невероятная ложь Это вообще целый тренд, получается Возник в социальной сети И, блин, когда я читал информацию Еще давным-давно, когда вышла Ghost of Tsushima Что разработчики сделали очень быстрые Такие загрузочные экраны Половина из них фейковые Потому что все в целом загружается сильно быстрее Чем появляются экраны Я сильно удивился Но делали экраны тогда для чего? Чтобы какую-то полезную информацию в виде подсказок Успевали прочитать игроки То есть там, условно говоря, одно предложение Что если ты будешь бить противника Ему будет наноситься урон Не есть и желтый снег, я помню То есть подсказки ради подсказок Вот такая история Ну, а тут у нас, получается, после твита комика Аласдера Бакита Кинга Я вообще в целом не знаю такого комика Вы знаете такого комика? Аласдера? Да, вообще комика не знаю Осуждаемо? Что, простите? Да нет, ничего Не повторяй Хорошо, Серега знает В общем, это из-за него все возникло Потому что именно твит его вызвал такую реакцию Что многие геймдиректоры, дизайнеры И основатели разных студий Пришли и начали рассказывать Что полоски загрузок делаются именно ради того Чтобы как-то успокоить игрока в целом Тогда нужны небольшие переходы Он же так нервничает, капец Не, слушай, если у тебя на секунду Баркнет экран Просто ради того, чтобы что-то Какой-то прогрузка быстрая прошла Ты, наверное, занервничаешь Это будет не так нормально восприниматься А мы уже за много лет Игровой индустрии привыкли к тому Что у нас есть загрузочные экраны Спасательные Но еще это как будто бы значимости игре придает Как будто она настолько здоровая Что там надо что-то загрузить Да, тебе рассказывают еще плюс на экранах Что тебе нужно нажать Е, чтобы открыть инвентарь Чтобы тебе нажали Е, чтобы применить ключ Ну и условно Экраны загрузок никогда ни разу не предоставляли Какой-то вполне адекватной, интересной информации Но при этом, получается, разработчики Всегда их программируют так, чтобы они грузились криво Потому что с их слов Ну, то есть не криво, а прорывками Потому что с их слов Если все будет грузиться медленно Так спокойненько То игрок будет нервничать Я представляю эту картину Я нервничать не буду Я не понимаю Просто чё, чё нервничать Я тоже Оно грузится классно Оно работает на живое А если оно типа встало Такой 40 секунд стоит Как это было на ПК В лохматые годы Какая-нибудь игра тяжелая И ты думаешь, она зависла или нет? И потому что она именно зависала Она зависала и потом отвисала Да Ты мне напомнил случай Вообще-вообще Я знала давно, что фейковые Ну, что все эти экранозагрузки фейковые Но по ним, по крайней мере, ты вот смотришь Если оно двигается То оно хотя бы реально живое И этого достаточно Что-то грузится и грузится Потому что, само собой Да, Хакима Потому что, само собой Процесс загрузки всех этих файлов Он не может быть равномерным И там подгружаются из разных мест Разные И поэтому Понятно, что это все фейковое Просто индикатор, что что-то происходит Не переживай Я сейчас это просто вспомнилась Я в детстве очень много играла Во вторых Симсов И у меня был период Когда получилось Добыть дополнение к этой игре И я, конечно же Как это Я устанавливаю все игры Прямо как в true gamer Пошла, установила Накатила все дополнения И я Тогда Не подумала Как бы Долго она будет грозиться Не знала, что Эти дополнения слишком большие Особенно для моего компа И как бы Это была плохая идея Остановить все И сразу Слушай, я тоже помню те времена Когда Нафига Этих дополнений не ставишь И она очень долго загружает Вот И в итоге Я помню Установила дополнение Что-то Три, наверное Сразу установила В общем И все такие тяжелые Там Симс университет Там Симс еще Что-то Такие прям Уф И Пытаюсь Запустить игру И Ну обычно Всегда требовалось Какое-то время Ну подождать Так минутку Там минут пять Наверное А тут прям Прошло То есть Я так терпеливо Ждала Там Пошла Чем-то занялась Там Посуду помыла То подел То подел Возвращаюсь А сорок минут прошло И не двигается ничего То есть индикатор крутится Но Полоска дальше Никуда не двигается То есть Вот этот Значок Симс крутился Этот кристаллик крутился Но полоска Никуда Загрузки Не двигалась И Это тот случай Когда Если бы оно равномерно Хоть на миллиметр Задвигалось Это было бы меньше Стресса Чем оно Рывками Потому что Оно никак не могло Сделать следующий Рывок То есть Эта полоска Стояла И в итоге Я Представьте Я выключаю игру То есть Я вызываю диспетчера Насильно закрываю Игру Потому что Не грузится И в этот момент Когда игра закрается Вижу что полоска Начинает даже двигаться То есть Это просто Она вот так Много времени загрузилась И я убила игру Когда она почти загрузилась Блин Я Я еще вспомнил Когда Ставишь игру С Ну С диска Она там очень долго Восстанавливается Распаковывается И я чтобы понять Не зависла ли установка Ставил указатель Вот на это место Где сейчас Вот прогресс бар Находится Это классика Я тоже это делала Вот И в итоге Я потом конечно Стала помнее Удалила дополнение И ставила по очереди Чтобы попробовать Ну и все равно Оно очень долго грузилось Я просто У меня была привычка Там Пришла со школы Поставила грузиться Семь Софи уходила Готовить еду И прочее Оно как раз Минут за 20-25 Прогружалось Ей Жесть Да У меня компьютер Был не очень мощный На тот момент У меня сначала Был мощный Через 3 года Стал не очень мощный О Да Только у меня Более грустная история У меня сначала Когда Купили компьютер Это был Ну в тот момент Новый компьютер Самый мощный На районе Ууу А потом Его 9 лет Никто не менял Но он же работает Поэтому у меня был Самый немощный Дедок Он до сих пор работает? Нет Знаешь Мне повезло Потому что На 9-й год Там сдохла Видеокарта Повезло Мой отец Не захотел сдаваться Он нашел Представляете Видеокарту Такую же Но мне повезло Что мой компьютер Устроил бунт И он сжег Вторую видеокарту Третью найти не удалось Мне пришлось Купить новый компьютер Для учебы Ей Повезло Повезло Реально повезло Потому что там реально Уже был на 9-й год Такой старичок несчастный Только Симса запускает С долгой Прогрузкой Я фортанула Мне в какой-то момент Купили видеокарту После первого компьютера И видеокарта Оказалась такой Жирной Что у меня Блок питания не вывозил Но мы никто не знали В чем проблема То есть ты играешь в игру Все по кайфу Классно И тут начинает Просто экран тормозиться Ничего не происходит Картинка встает А компьютер пищит Явно давай понять Что что-то совсем не так Вот Учитывая что Не меняли ничего Кроме видеокарты Было понятно Что видеокарта Конечно Немножечко Тяжелее Чем сам компьютер Вот А потом я его поменял Уже когда в Технер пошел Сам уже купил Потому что Мне никто не собирался Компьютер покупать Да-да-да Пока Прям вот вообще Не умрет Не перестанет работать Никакого нового компьютера Я еще помню Это была покупка Под релиз этого GTA 4 То есть я прям такой Да Выходит GTA 4 И я такой Ваа Нифига Я могу в это поиграть Ну так вот К чему мы в итоге пришли Пришли к тому Что загрузочные экраны Фейковые Марак такова Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Я ещё привыкла, что ты обычно в таких играх ролевых, где нам было прям, ну, такие толстенькие игры, надо было пока загрузка, ты успевала там сходить, чайник поставить, себе печеньку взять, а тут быстрая прогрузка, ты такой ву-ву-ву, подождите. Да, это что-то везде. А моя печенька, мой чай. Да, я ещё по Fortnite в первую очередь в своё время заметил, когда в PlayStation 4 ты там всё успеваешь делать, там и чай заварился уже, всё. Там, я не знаю, дети спать легли, там, на тебя уже кто-то оформил ипотеку из мошенников. У тебя такой Fortnite включился. Вот, допустим, шипят чуть быстрее, в целом можно только чай успеть заварить. Но всё равно Fortnite загрузится долго. Ты мне напомнил, когда мы с Димой играли в Fortnite, он был в четвёртой плойке, просто весь, всё лобби сидело, ждало минуту, пока он догрузится до нас. Да. Ну а сейчас Серёга нам расскажет, чем Switch круче, чем все остальные консоли. Ой, блин, страшная на самом деле новость, конечно. У нас подкаст превращается в True Crime подкаст. Потихоньку. Е-бич. Я не специально. К чему тут вообще е-бич? Да, я выхожу на бич и смотрю на бич. Простите. Это мы вырежем. Эта песня, кстати, какая-то была, типа, там, ну там на английском было, что смысл такой, что я иду на бич и смотрю на бич. Black пел про пич, пел песенку. И там было конкретно, то есть я выхожу на пляж и смотрю на суп. Вот так, простите. Зачем был дословный перевод? Я иду на бич и смотрю на бич. Все, вот так. То есть вырезать не придется, да? Не придется. К сожалению, это правда. Закрякивать придется. Нет, зачем? Это же нормальное определение. Правда, там явно не про собак было, женского пола. Выходишь на пляж, там чисто все в собаках. Ладно, все, повеселились. Хватит. Дальше у нас будет грустная новость. Давай. Согласно судебным документам, ФБР использовала информацию, переданную с консоли Nintendo Switch, чтобы помочь найти пропавшую летом прошлого года 15-летнюю девочку в Аризоне. США. Вдруг ты не знаешь. США. США. Это даже не имя Саша, потому что подросток, личность которой издание ABC 15, которая опубликовала вот эту вот новость, не называют в силу специфики дела, пропала из своего дома в штате Вирджиния 3 августа 2022 года. На помощь тогда пришли добровольцы, в том числе Кейтра Коуман и ее группа Hear The Voices, услышав голоса. Они, короче, вот эта вот группа, занимаются помощью детям, которые попали там во всякие беды, там у них семейные какие-то проблемы, людям, которые остались без крова, жертвам домашнего насилия, и вот все в этом духе. И Коуман тогда сказал, что вот эта пропавшая девочка очень сильно напоминает ей ее собственную дочь, и поэтому она вот прям с рвением принялась за это дело. Связались с семьей этой девочки и выяснили у бабушки и отчима, что девочка была домоседкой, и вот она не могла сбежать из дома, как это вот принято в полиции, что типа мы не примем заявление, там ждите несколько суток, обычное дело, дети сбегают из дома, вот это вот все. Поэтому момент побега из дома он отметался сразу же. Они стали разносить по району листовки, то, что пропала девочка, и потом стали расширять на следующий день поиски, по улицам ходили, искали, но день за днем все вот это вот их собственное расследование заходило в тупик, потому что на момент, когда они все вот это вот проводили, пропавшая девочка уже ехала в автобусе, который вез ее более чем за 2000 миль от дома. Место моего назначения был жилой комплекс в городе Толесон, это штат Аризона. Согласно судебным документам, ее похитил 28-летний Итан Робертс, который подружился с ней в интернете и приехал специально за ней в Вирджинию, чтобы потом заставить ее участвовать в съемках детской порнографии. Колман потом сказала, что, ну вот эта вот активистка, сказала, что девочке за эти дни пришлось многое пережить, но согласно документам этого федерального дела, Робертс разрешил девочке взять с собой игровую приставку Nintendo Switch. Потому что, видимо, он был не в курсе, что с помощью нее можно выйти в интернет. К сожалению, на Nintendo Switch нет браузера, который именно в этой ситуации мог бы помочь быстрее все вот это вот закончить, но она только вот подключилась к интернету, и просто чтобы посмотреть YouTube и загрузить игру какую-то. Благодаря вот этому вот ее следу цифровому получилось ее найти. Потому что у нее там в друзьях был друг, в друзьях был друг, короче, у нее был друг, который увидел ее онлайн, и он знал на этот момент, что она пропала, и сообщил об этом в полицию, что вот так вот так, она вот онлайн, проверьте эту информацию. Тогда полиция отправилась к провайдеру и обратилась в Nintendo, чтобы, короче, получить IP, с которого вот был произведен вход в онлайн со Switch'а. Похититель, вероятно, даже не догадывался о том, что как-то вообще Nintendo Switch может быть связана с интернетом, и что там могут увидеть ее собственные друзья онлайн. Я не знаю, почему, вот девочка, она же, наверное, со Switch'а не только видео могла смотреть, она могла какой-то комментарий оставить. Я такой вот вопрос, кто-то там Switch'ом пользуется на YouTube. Там нельзя комментарии писать, только смотреть? Вот, честно говоря, я YouTube'чик не смотрю на Switch'а. Потому что, типа, смартфон есть. Я человек 21 века. То есть, Switch как бы поиграть... Нет, иногда можно на нем YouTube'чик посмотреть, если ничего другого под рукой нет, с таким большим экраном. Но я как-то сообщение... Я в целом сообщение на YouTube'е не пишу. Я просто думаю, что человек какой-то нехороший, и все. Ничего такого не пишу. Ну, а то же... Я не знаю, как YouTube работает на Switch'е, там, чтобы оставлять комментарии, нужно... Она постоянно требует канал создать. Ну да, да, канал нужен, чтобы коммент написать. То есть, это нужно быть залогиненным, нужно, чтобы был создан канал. Я не думаю, что это все у нее было. Но я же говорю, я не знаю, как это работает на Switch'е. Можно ли смотреть видео не залогиненным, например? Ну, смотреть можно, да. А вот, чтобы комментарии оставить... Вот, тогда ты ничего не напишешь. Можно ли там логиниться? Ну, вообще, по идее, на YouTube'е должна быть такая функция, потому что там же подписки, вот это вот все, оно же скапливается. Ну, возможно, ей и... Она, наверное, не собиралась себя как-то выдавать. Может быть, она была запугана. Как заявил... Кто он там? Директор департамента полиции штата Аризона Фрэнк Милстед. Он причем еще в отставке. Вероятно, никто не подумал вообще больше о том, что вот она может выйти онлайн, потому что никто больше этой информации не следил за ней. И никто даже не обнаружил, что там свитч куда-то делся, потому что это заметил только вот другой ребенок. Возможно, если бы там у нее не было каких-то друзей, и вот этот не оказался ребенок сообразительным, то, может быть, ее даже и не сразу бы начали искать. А так получилось, что она была пропажей где-то 11 дней, что ли. Да, через 11 дней ее удалось найти, как раз вот благодаря свитчу. И они окружили, значит, полиция Теллесона окружила квартиру мужчины и арестовали его. При этом ему по итогу выдвинули срок на 30 лет, что ли, всего. За похищение несовершеннолетней, потом за втягивание ее в эти вот вовлечение в преступную сексуальную деятельность. Вот. О, Господи, какая формулировка. Сережа, ну вы страшные вещи, конечно, расскажете. Не, ситуация, конечно, страшная. Я считаю, это, я не считаю, что никому не навязываю, но я считаю, когда похищаю детей и насильно заставляют вот такое вязываться, нарушают их психику, там должно быть не 30 годиков, а куда пострашнее наказание, потому что это, ну лично для меня, это просто за рамки добра и зла, это просто ужасно. И на самом деле тут очень повезло, да, что ребенок был со свечом и дали воспользоваться, и очень повезло, что у него, это, в друзьях был друг, который увидел это, остался неравнодушным и рассказал об этом, потому что, я думаю, так бы, если бы никто не обратил внимания, что она вдруг вышла онлайн, да, то не стали бы дальше раскручивать, искать вот этот вот ее местоположение по IP-адресу устройства, там же потом начали прям раскручивать, раскручивать, и это позволило найти ее довольно быстро, пока был нанесен девочке минимальный урон, вот, но ситуация вообще, конечно, отвратительная. Ну да, при этом, сейчас вообще много очень устройств подключаются к сетям, это и часы даже могут быть, и там iPad какой-нибудь, и мобильник, ну, короче, все, что угодно, и я так понимаю, он ничего не разрешил ей взять с собой, кроме вот свеча, потому что он даже не подумал, что он как-то может подключаться к интернету. И славно. Мне кажется, свитч вызывает эмоцию того, что он может подключаться к интернету, потому что он похож на планшет в целом. Чисто технически он может подключаться к интернету? Или он подумал, нет, там нет браузера, я знаю. А, у тебя свитч, ну ладно. Учитывая какой обрезанный у свитча функционал, то человек, может быть, действительно не подумает, что свитч может что-то больше, чем просто запускать игры. Так, ну Nintendo не трогайте, ну ну что? Nintendo не трогайте, она тут вам в суды не ходит, Activision и Blizzard не покупают, за колобну тебя не дерется. Ой, да ладно, сейчас на PlayStation 5 тоже нет браузера, поэтому они теперь породнились. Да? Так, свитч круче. Ой, да, да. Оговорился, простите. Хорошие, говорю, консоли, нравится. Это очень страшно, поэтому я предлагаю перейти к чему-то более позитивному. У Насти такое позитивное точно есть. И это не полторашка пивка, а что-то совершенно иное. Да, пиво сгорело. Это ондециллионы пивка. Ондециллион. Охо-хо-хо. Охо, слово-то какое. Да. В общем, да. Тут не так давно один из игроков Диабло 4 придумал сборку, которая позволяет наносить вот эту страшную цифру удециллионы урона за один удар. Используя баги, конечно же. Вот, в общем, этим игроком оказался стример ROBB2628, и это именно он до этого в самой первой мере прокачал персонажа до сотого уровня. В общем, два раза теперь отличился. Вот. И он обнаружил, что если одновременно использовать аспект резни берсерка, анемии и костоломный аспект, то это позволяет наносить просто гигантские цифры урона. То есть там получается эта сборка вообще, это сочетание, вот то, что я перечислил аспектов и прочее, не должно было приводить к таким гигантским цифрам. он доцеленный если что чисто с 36 нулями, то есть это не должно было быть так страшно, но там был баг, который... Это же сколько пилы? Это же да, понимаешь? Хренелиар. Там был баг, который все это увеличил геометрической прогрессии, вот, и поэтому цифры, грубо говоря, множились и приводило к гигантским цифрам урона в конечном результате. В итоге на данный момент он просто доволен, что он успел обнаружить этот баг и показать его до всех фиксов, потому что после этого в преддверии начала первого сезона в Диабло 4 там разработчики в Близзарде выкатили внушительный такой патч, и где они внесли много правок, исправили в том числе вот эти баги, неполадки и ввели очень много нерфов, в том числе понерфили классы, и там, как они сказали, там просто были, ну, то есть, ну, понятно, что часть нерфов была связана с вот этими вот багами, то есть, которые позволяли им гигантские цифры урона, вот, нелегальным, как это сказать правильным образом. Читерство. В общем, это было непредусмотрено игрой, это ладно, это понятно, но они, в принципе, понерфили классы, понерфили персонажи, то есть, то, что люди с таким трудом тратили время, раскачивали, тратили время, да, я понимаю, что там можно пересобирать аспекты, билды и прочее, то есть, это можно сбрасывать, можно заново собирать, но люди все равно изначально все это тратили время, раскачивали, тратили ресурсы, и поэтому, естественно, игроки отнеслись негативно к тому, что их персонажи взяли и вот так вот ослабили очень сильно, но в итоге там дальше началась прям такая драма-трагедия, что игроки, чтобы их услышали, что они недовольны, начали, что мы делаем, когда мы недовольны? Мы идем негодовать на метакритики, конечно же, игроки по-другому не умеют, мы это, да, игроки, что умеют негодовать? Да, геймеры в ярости, и они идут занижать оценки стиля, метакритики, где только можно. И, в общем, на метакритики там оценки очень упали, там, до двух баллов, 2-2, 2-4, там, на PlayStation 5 и ПК, на Xbox было чуть-чуть получше, 4 с хвостиком, то есть, немногим лучше, но все-таки, и, в общем, проявили все свое, не согласия с этой ситуацией с помощью метакритика. В итоге, разработчики провели прямую трансляцию, где они там рассказывали о будущих планах, будущих вот этих сезонах, и они рассказали, что, да все, 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 мы вас услышали четко и ясно, успокойтесь, мы больше не будем этого делать, то есть, подобные вот патчи с подобными исправлениями больше, их студия делать не будет, все хорошо, и, что, они просто старались, вот, имбалансные сборки, которые, вообще-то, не должны были выявить на протяжении всех тестов, и бета-тестов, но да ладно, но все эти имбалансные сборки, они хотели просто починить, и, возможно, возможно, они слегка перестарались, когда это делали, вот, ну, просто они хотели как лучше, но не всегда как лучше, получается так, как, ну, хочется, ну, поймите, в общем, и все это извинения, то есть, они не сказали, что вернут обратно, и возвращать обратно персонажей, ну, к тому состоянию, какие они были, они не собираются, то есть, это все выглядит как, знаете, это извинение в Саус Парке, вот это вот, а это, в Виссори, в Виссолс Сори, вот это вот все, вот потому что, такое себе, если честно говоря, извинения, то есть, мы вас услышали, больше, пожалуйста, не негодуйте, оценки не занижайте, больше так делать не будем, ну, и обратно откатывать мы, конечно, тоже чуть-чуть. Ну, был надеяться, конечно, потому что, такое себе удовольствие, учитывая, что там, да, в сезонах, наверное, насколько я знаю, заново все время перекачивать персонажей с нуля. Это вообще очень странное решение, на самом деле, скидывать прогрессию так часто, это вообще извращение, я не представляю, это вот, знаешь, как в Королевской битве, типа, ты прокачиваешь уровень боевого пропуска, но ты не прокачиваешь уровень персонажа, это нормально, но когда ты вкладываешь силы, такой, вкачиваешь перца, а тебе, ноп, дексис брошу, это, да, начинаешь заново, это как-то. Давайте в ММО там персонажа рубить через неделю, я не знаю, что это такое вообще. Короче, странный, Близзарды вообще странные. Не, ну, бывают в некоторых играх вайпы всякие. Да, бывают. По-моему, в Escape from Tarkov вайпы как раз есть. Да, есть, есть. Но там ты тоже персонажа не прокачиваешь, но типа лут собираешь всякий. Да, ценный, крутой. Как хомяк. Себе все в норку тащишь. Полная норка, ходишь потом, больно, больно. Не, вообще, Близзарды интересные чуваки, там, хотя бы взять Overwatch и эти миссии сюжетные, которые много получено порезали. То есть, ну, такое ощущение, что они тут на волне слияния с Microsoft такие. Мы вообще творим, что хотим. Скоро дядя Фил будет решать все вопросы за нас на покеру. Сюжетными с миссиями это вообще было такое отвратительное отношение. Сначала заманивать Overwatch 2 именно этими сюжетными миссиями, рассказывать, что игроки Overwatch и Overwatch 2 смогут играть вместе, и там отличия будут только в графике и вот этом сюжетном режиме во второй части, а потом в итоге и обрубить Overwatch первый, заставить всех насильно перейти во второй и не выполнить ни одно обещание, а потом еще и сказать, что а сюжетный режим, ради которого, которым мы рекламировали Overwatch 2, это было главное отличие первой части от второй, взять и просто все свернуть, и это было просто ужасно. А потом еще вести сезонные, платные, сюжетные миссии, это просто, я не знаю, у меня просто нет слов, как прокомментировать это не ругаясь, это вот ужасно, просто ужасно. Мне знаешь, что еще нравится, вот чуваки из Activision Blizzard такие, вот Diablo 4, даже если нас купит Microsoft в геймпассе не будет, это вот точка. И мне просто, я кажется, устала весь. Мне кажется, Фил в этот момент такой, ага, давай, расскажи мне, расскажи, я потом буду говорить вам, что делать. То есть, вообще странная ситуация, типа, мы творцы, мы тут будем сами все решать, нас, конечно, купят, но мы такие невероятные, крутые, самодостаточные, что к нашему мнению прислушаются. Вот, а Фил, мне кажется, все мнение взял и по оси провернул уже много раз. Не, ну пока сделка полностью завершена, они могут говорить что угодно, поэтому поднимать продажи, и они таким образом поднимают. Плюс, тем более, сделочку отложили немножко, то есть, продлили. Им не мешало все обещания свернуть, даже когда они не входили в Microsoft, поэтому я пристала верить. Вон, с Overwatch достаточно посмотреть, они были вот эти все сильные, независимые, и в итоге ни одно обещание не сдержали, поэтому. Ну как, они выполнили одно обещание. Выпустили Overwatch 2? Выпустили Overwatch 2, и перенос прогресса был. Да, я помню, очереди, вот это все. Ну, выпустили, да, выпустили. Тут не поспоришь, конечно. Ну что ж, ладно, я думаю, что на этой замечательной ноте мы можем закругляться. Сегодня у нас было все негодование, веселье, страшные истории, прям очень насыщенно все. Вот. И не менее насыщенный получился выпуск, вернее, сцена после титров, которую предлагаем вам послушать обязательно. Вот. Ее могут послушать наши замечательные бустеры, которые уже нас поддерживают давно и радуют приятно. Там хоррор опять. Хоррор от Егора. Хоррор от Егора, в котором участвует Серега Атакон редакции 26, Витя Фуцкер, Жека Киросименко, Ориджинал, Лена Фишек, какой-то рандом с Риги, Максима пока других Максимов нет, Твои Трусы в Крапинку, Мульт, Мистер Фикс, Луси в 91, Икс Волн, и там можно не обращаться в выпусках. Ориджинал, Ориджинал, Ориджинал. Спасибо вам говорили сегодня я, Егор Феникс, Бекей, с которым вместе пищали в такт локатором генерал Серхио Орландо, вот этот человек до свидания. Это был я, да. Спасибо, кстати, Максиму, что приходят на мои стримчики, спасибо большое. Красавый, ёб... А также Настя Сукуп Worldologist. А, что это за это было? Вы тоже какие-то спецэффекты про хорроры говорите, что ты ешь. Это я вообще. О, боже. Это был не мой смех. Для протокола. Не было такого. Это была не я. Алиса, включи музыку из ужастиков. Не надо. До свидания, друзья. Такие ужастики не надо. Всем пока-пока. По какушке я побежал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok